В городе Верхотурья жители улиц Полевая, Комарова, Ершова и переулка Комсомольский, которые находятся на окраине города до улицы Гагарина, затапливают природными сточными водами. Огороды жителей все больше и больше напоминают болото. В подвалах стоит вода, из-за чего жилье постепенно начинает гнить. Канавы давно уже переполнены водой, на некоторых участках улиц сточные воды уже начинают подступать вплотную к домам. Хотя вода, которая выходит из канавы, вся идет ко мне к дому, через полисадию. Нереально посадить какие-то кулочки, потому что все вымышает, все в доме. Канава переполнилась и вода подступает к вашему дому, да? Да, да, да. Суть проблемы в том, что здешние жители проживают в низине на болотистой местности, поэтому их каждый год потапливает. А специальной системы водоотведения, которая бы отводила воду из канав, нету. Кроме того, ситуация усугубляется регулярными дождями, которые нынче проходят по всей Свердловской области. Вот так проходит жаркий июль месяц на Урале. Вам может показаться, что я немного промок, но это не так. Нет, это просто я вспотел от жары. Да, от июльской уральской жары. А всем пребывающим сейчас в теплых странах, кто греется на песках, теплого пляжа, будьте счастливы. Да, ребят, я не завидую, я просто... А ведь на дворе только 9 июля, и синоптики на оставшиеся два месяца лета ничего хорошего не прогнозируют. Местные жители с 2008 года неоднократно обращались в местную администрацию с прошением решить свою проблему с отсутствием водостоков из канав. Но администрация, как мы видим, не смогла решить эту проблему, потому что... В 2015 году жители, чьи дома потапливают, решили обратиться за помощью в прокуратуру. Заявление написала Татьяна Гавчикова. В течение месяца после подачи заявления была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что вода в водоотводах канав не имеет надлежащего стока. В связи с этим прокуратура возложила обязанность на администрацию города устранить неполадки системы водоотведения. Администрация городского округа Верхотурский ненадлежащим образом выполняет установленную законом обязанность по содержанию дорог местного значения, а именно по отводу сточных вод от земляного полотна и дорожной одежды в границах придорожных полос. С момента обращения в прокуратуру прошло уже почти два года. Возложенные обязанности на администрацию города выполнены не были. Это типичная ситуация для нашего города, потому что в бюджете не хватает денежных средств для своевременного исполнения подобных предписаний от различных надзорных органов. Поэтому в администрации города сформировалась очередь судебных решений, прокурорских предписаний, и все они должны по идее выполняться в порядке очереди. Люди это понимают и поэтому обращаются в СМИ и обсуждают свои проблемы в интернете, чтобы администрация не забывала и не игнорировала их проблемы. Для решения данной проблемы советую всем, кого подтапливает, обратиться в суд. Дело в том, что в 2015 году прокуратура официально зафиксировала, что вода в водоотводных канавах не имеет надлежащего стока, и поэтому образуется застой источных ввод. Также в документах из прокуратуры указано, что согласно такому-то закону за содержание системы водоотвода отвечают местные власти. Я думаю, что если вы обратитесь в суд с такими документами из прокуратуры, то вы выиграете его и у вас на руках будет решение суда. С такими документами через несколько лет вы можете рассчитывать на решение своей проблемы. Но только одно условие. Как угодно. Что угодно. Когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня! Тут важно понимать, что порой предписание прокуратуры исполняется очень долго. Бывает такое, что и вообще не исполняется. А решение суда дает реальный шанс, что ваша проблема решится, так как наши власти не смогут долго игнорировать неисполнение решения высшей инстанции, то есть суда. Кроме того, нужно сказать, что местные жители, которые проживают на вышеперечисленных улицах, обеспокоены состоянием дорог, которые никогда не ремонтировались. Дороги находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта. Некоторые участки дорог напоминают одну сплошную лужу, по которой можно передвигаться только в сапогах или на тракторе.